Я всех приветствую, давайте еще раз скажем славу нашему Господу. Хор пропел Псалом, такой гимн, можно сказать, спасенного человека. Я думаю, что каждый из нас, кто однажды пережил это спасение, может подтвердить эти слова, что действительно мы изменены внутри, действительно мы верим в чудеса. И самое главное чудо в нашей жизни – это то, что Бог нас с вами спас, оправдал и изменил своей большой любовью. За это славу нашему Господу. И я хотел бы порассуждать на тему, возможно, она прозвучит как-то просто, но я ее назвал «Откуда берется вера?». И я думаю, если здесь есть ученики воскресной школы, то, скорее всего, они без труда скажут, откуда действительно эта вера берется. Это у нас Слово Божье, молитва, посещение служений и так далее. И мы это все с вами знаем, прекрасно знаем. Но я хотел бы обратить внимание на кое-какие неочевидные моменты, которые описаны в Библии относительно веры. И первое место, которое я хотел бы зачитать с вами – это Евангелие от Марка, 5 глава. Чтобы было понятно, о чем идет речь, с 25 стиха. «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровью. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни до этого места». И смотрите, какой интересный момент здесь описан. Если вы читали внимательно, то обратили внимание, что женщина, она, услышав об Иисусе, решилась подойти к Нему. То есть мы понимаем, что какой-то слух о том, что Иисус творит чудеса, что великие исцеления через Него совершаются, что этот слух дошел до Нее. И она, услышав об Иисусе, почему-то решила, что если она подойдет к Нему, коснется Его одежды, то она тотчас же исцелится. И я думаю, что здесь, с одной стороны, знаете, такой яркий пример того, как Бог сам лично рождает в сердце человека веру. С одной стороны. Но, с другой стороны, вопрос в том, каким образом Бог в человеке эту веру рождает. Я не думаю, что это было, знаете, такое сиюминутное действие, что раз, как по щелчку пальцев, вдруг родилась вера в женщине, и она пошла. Я думаю, что Бог, Он каким-то образом ее к этому готовил. Смотрите, написано, что она 12 лет страдала кровотечением, много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней. И интересная ситуация получается. Получается, что женщина пришла ко Христу только потому, что у нее трудности были, причем серьезные трудности, на протяжении многих лет. И я думаю, что если бы в ее жизни все было гладко, на тот момент она не нуждалась в исцелении, то и ко Христу бы она тогда не пришла. И знаете, такой, как бы сказать, контрпример, да? Мы видим пример фарисеев, которые ходили за Христом на протяжении всех лет служения Христа, и мы не видим, чтобы они как-то обращались к Нему. Мы видим, что впоследствии среди фарисеев появлялись тайные ученики Иисуса. Но конкретно на протяжении вот этих лет служения Иисуса не было, да, вот каких-то ярких таких моментов, и в принципе не описано в Евангелиях, да, чтобы фарисеи в открытую заявляли о своей вере в Иисуса, да? И я так думаю, что отчасти это объясняется тем, что у них не было нужды. Не было нужды в исцелении. Знаете, не было какой-то внутренней нужды. И, как правило, это были очень, очень такие почитаемые люди, порой и богатые. И у них не было нужды в том, чтобы Иисус вошел в их жизнь. Ну, по крайней мере, они, я так думаю, что они так думали. Но эта женщина, у нее действительно была нужда по Богу, и эта нужда побудила ее приблизиться к Иисусу. И знаете, вот первое, что я хотел бы отметить, через что рождается вера, это через трудности. Это через трудности. И, казалось бы, вот тот пример, который я сейчас озвучил, да, он скорее исключение. Ведь мы с вами всегда говорим о том, что через трудности, наоборот, вера как-то испытывается, да? Но если мы почитаем дальше эту историю, то увидим, что Иисус не просто шел по дороге, но он шел с конкретной целью. Он шел к одному человеку, которого звали Иаир. И у этого Иаира больна была дочь, была при смерти. И, по сути, Иаир находился в аналогичной ситуации, что это женщина. То есть он очень сильно нуждался в Иисусе, и уже не было никакой надежды, кроме как вот получить от Иисуса вот эту помощь. И смотрите, что происходит дальше, да? 35 стих. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги, то есть от Иаира, и говорят, Дочь твоя умерла, что еще утверждаешь учителя? Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Смотрите, Иисус говорит этому начальнику, да, чтобы он не боялся и веровал. Продолжал веровать, я так думаю, потому что если бы веры не было, он не пришел бы к Иисусу. И интересно, что Иисус, вот он, ну представляете же, всемогущий Бог, да, но он допускает вот эту ситуацию с промедлением, да, что Иаир не тотчас в сию минуту получает вот это вот, вот это просимое, да, что исцелена его дочь, но он допускает, чтобы дочь вот эта умерла, и только потом Иисус приходит в этот дом и воскрешает ее. И я думаю, что вот эти трудности, да, в которые попал в тот момент Иаир, они тоже служили к укреплению его веры. Я не знаю, как там обстояли дела, знаете, в его сердце, но я думаю, что Господь допустил это, чтобы полнота действия произошла, чтобы действительно, знаете, вот этот человек, он утвердился верой, что это не просто какой-то лекарь, да, не просто способный, да, какой-то чудотворец, но что это действительно великий Бог, который имеет власть над жизнью и смертью. Слава за это нашему Господу. И я думаю, что для нас с вами это такой хороший пример того, что Бог никогда не опаздывает. Я вот, знаете, вот так просто анализировал весь Новый Завет, пытался вспомнить примеры, но когда Иисус не пришел и не смог что-то совершить, ну просто потому что опоздал там как-то, да, что-то не срослось. Но я вижу, что все примеры, когда Бог медлил, да, с ответом, они потом заканчивались еще более славной, более такой, знаете, величественной историей. Мы вспомним, да, пример с воскрешением Лазаря, да, когда люди уже ни на что не надеялись. Но даже с воскрешением Иисуса Христа, когда ученики потеряли надежду, я думаю, что она могла, эта надежда, сохраняться в сердце, пока Иисуса не предали на распятие. Но когда его предали, и он уже несколько дней во гробе лежал, да, то, конечно, там надежды не оставалось. Но Господь пришел, да, Он воскрес, слава Господу. И я думаю, что для нас с вами это должно служить таким ярким примером, что если Господь в нашей жизни медлит, да, проводя нас через какие-то трудности, если Он не дает какого-то ответа, какого-то решения, то это только ради того, чтобы в нашей жизни явилась слава Божья. Итак, первое, да, через что приходит вера, это через трудности. А если конкретизировать, да, то когда мы в трудностях сохраняем вот эту веру, да, соглашаемся, соглашаемся на то, чтобы утверждаться в вере, так скажем, не колебаться в вере, и она через это еще и еще умножается. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, это Евангелие от Марка, 6 глава. Все сегодня будет звучать из Евангелия от Марка. И здесь тоже две истории, сокращая время, я одну прочитаю, вторую своими словами перескажу. Оттуда вышел Он и перешел в свое Отечество с первого стиха. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у Него это, что за премудрость дана Ему, как такие чудеса совершаются руками Его. Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона, не здесь ли между нами Его сестры, и соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немощных, на немногих больных возложил в руки, исцелил их, и дивился, не верю их. И здесь описана история о том, как Христос пришел в свое Отечество. Знаете, вот я так думаю, что на самом деле сложно воспринимать человека, которого ты многие годы знаешь, и тут вдруг он начинает учить, проповедовать, исцелять и так далее. Я думаю, что очень сложно. Но это, тем не менее, не оправдывает этих людей, которые в своем сердце решили Христа умолить. И я думаю, что вот это было ключевым, почему Иисус не смог исцелить их, почему в их сердце не родилась вера. Это то, что они умоляли в своих глазах Иисуса Христа, Его величие, Его могущество. Если мы будем читать далее в Евангелии от Марка, в той же главе, вернее, в следующей уже главе описывается совершенно другая история, когда Христос проходил уже не в своем Отечестве, не среди израильтян, а через пределы Тирски и Сидонски. И там была женщина, у которой тоже была нужда, и она, у нее дочь нуждалась в исцелении, и она подошла к Иисусу. И Иисус ей очень просто сказал, но если своими словами, да, пересказывать, что ты не имеешь права вообще требовать чего-то от меня, потому что я в первую очередь пришел погибшим овцам дома Израилева, то есть сейчас не твое время, ты не можешь этого получить, чего ты просишь. И знаете, что интересно в реакции этой женщины? Она ставя Иисуса выше себя, а себя, соответственно, умоляя, она ему сказала, что ну и псы, да, они получают вот эти крохи со стола господ. То есть своими словами она себя умолила настолько, что готова была считаться в его глазах, в глазах Иисуса вот этими псами, да, то есть совершенно негодным, да, чем-то никчемным. И Иисус, видя, видя вот это вот ее действие, да, что она готова была умолить себя, умолить себя по отношению к Ему, Он сказал, что иди и будет по вере Твоей, я своими словами. То есть что мы видим, да, с одной стороны люди в своих глазах умоляют Иисуса Христа, и таким образом не получают, да, просимого, не получают укрепления в вере. И другая ситуация, мы видим, что человек настолько уничижает себя перед Христом, и мы видим, что вера человека от этого укрепляется. И в нашей жизни, знаете, порой мы тоже можем умолять величие Христа. Я вот так рассуждал, думаю, ну, порой, да, и в моей жизни так бывает, что величие Христа умоляется, и среди прочего, через что это может происходить? Ну, это может происходить через ропот, да, когда я говорю, что вот, ну, негодую или сетую, да, почему так и так происходит в моей жизни? То есть таким образом я не доверяю величию, да, не доверяю мудрости, да, всеведущего Бога. Или бывает так, что я порою сомневаюсь в том, что написано в Библии, да, то есть, ну, как человек может сомневаться? Ну, например, я понимаю, что все Писание Богодухновенно, и об этом написано, да, и что оно полезно для научения, для обличения и так далее. Но я в своем сердце, да, говорю, ну, мне не интересно читать Библию, я через нее ничего не получаю, да, и зачем я буду утверждать себя и так далее. И таким образом я, умоляя значимость Писания, да, ставлю на первое место свое мнение и говорю, что, ну, в моем случае это не работает. Хотя по сути, по сути, вопрос-то не в Библии, вопрос не в величии Бога, а вопрос в моем отношении. И таких моментов может быть очень много, когда я, например, говорю, что Бог меня не любит, да, или Он меня не слышит, или, например, я говорю, что Бог, наверное, меня не простит. Ну, конечно же, это, конечно же, это заблуждение. Почему? Потому что Библия учит обратного, да, написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Одинародного, дабосяк и верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог все сделал для нашего с вами спасения. И поэтому мы, знаете, вот мы не можем так превозноситься над Словом Божьим, да, ставить свое мнение, какие-то внутренние ощущения, какие-то эмоции выше Слова Божьего, потому что Бог, Он превыше всего. И пусть Господь благословит, что в нашей жизни Он пребывал на первом месте, а нам, соответственно, быть в умолении, чтобы нам иметь веру. Итак, да, я назвал два пункта. Первое – это то, что мы через трудности, да, укрепляемся в вере. Второе – через что приходит вера – это через умоление и через возвышение Христа в своей жизни. И, наконец, третье, о чем я хотел бы тоже сказать, это немаловажно, это Евангелие от Марка, также 9 глава, 23 стих. Предысторию расскажу, получается, Иисус приходит, здесь ученики не смогли изгнать беса из сына одного человека. И вот происходит диалог между Иисусом и вот этим отцом, у которого в сыне был бес. 21 стиха, давайте прочитаем, чтобы было понятно. «И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». «И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнулся слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». И, знаете, вот интересно, что вообще здесь описана история такая, и не совсем понятен вот этот вот контекст. То есть, почему вроде как он и не верует, но при этом говорит, что вроде как и верует, и говорит, что помоги моему неверию. И вот, знаете, вот в этом всем проще, наверное, будет разобраться, если посмотреть другие переводы. Вот 23 стих, в котором написано, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вот в некоторых манускриптах, особенно ранних, во многих, вот слово «веровать» отсутствует. То есть, написано так, «Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь, все возможно верующему». То есть, еще не совсем понятно, да? Но на самом деле, перефразировать это можно следующим образом. Это можно сказать так. То есть, человек говорит, «Ну, если ты можешь исцелить моего сына, то исцели». А Иисус как бы переспрашивает ему, говорит, «Если можешь, то есть, как бы, ну, какие могут быть сомнения». И потом, как бы, переводит на него, говорит, «Все возможно верующему». То есть, вопрос не в том, Иисус может или нет. Не в его способности, он-то может. Вопрос в том, «Ты можешь веровать, да?» И далее вот этот отец говорит. Вот просто, я думаю, что каждый человек, он примерно понимает вот это, да, внутри. Что вроде и хочу веровать, но не хватает. Ну, не хватает, знаете, вот этого какого-то дерзновения. Не хватает просто, ну, внутри чего-то не хватает. И он говорит, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот знаете, для Бога очень часто важным является даже не то, есть ли в моем сердце вера, а для Бога является важным, готов ли я поверить Ему. Вот этот вот шаг, который готов я сделать, может быть, сегодня или нет. И это не только касается веры, это многих вещей касается. Вот приведу такой пример простой. Мы недавно беседовали с подростками, берем их в воскресную школу трудиться. И мы, знаете, вот так вот как бы озвучивали такие пункты требования к труженикам. И знаете, там среди пунктов разных было и то, что ограничивать себя нужно работать над собой и в потреблении разного контента, и что и сериалы, и про музыку говорили. Ну, в общем, все, чем подростки увлекаются. И мы смотрим, что раз, и как бы немножко осели подростки. Ну, то есть, я понимаю, что вот то, что составляло их жизнь отчасти, во многом даже, и тут им ставят перед выбором, что согласиться или нет, оставить или нет. И трудно, видно, что трудно. Но я понимаю, почему трудно. Потому что в глазах человека это выглядит так, что, ну, сейчас я должен буду скрипеть, все, да, зубами скрипя, все оставить. Но вот Бог не так действует. Хотя порой, возможно, и так. Но вот я пример приведу в моей жизни. Когда я только уверовал, я тоже этот пример тогда подросткам и озвучил. Когда я только уверовал, у меня стоял вопрос, играть в компьютерные игры или не играть. И в какой-то момент я просто понял, что мне нужно принимать решение. И я это решение принял. И с тех пор прошло, ну, порядка 14, наверное, лет, да, может быть, 13. Вот с тех пор я в компьютер не играю, хотя у меня была зависимость. Бог дал свободу. Но от меня требовалось тогда всего лишь решение, чтобы сделать этот шаг веры, чтобы вера моя умножилась. И вот как в примере с этим человеком, да, когда он говорит, верую Господи, помоги моему верею, он делает этот шаг. Так и в нашей жизни очень важно делать эти шаги по направлению к Богу. И знаете, я думаю, что, я думаю, что среди прочего для Бога также важно, чтобы и мы делали шаги по отношению к Нему, да, в моментах, которые касаются покаяния. Порою, вот даже неверующим я был, да, трудно было сделать этот шаг, потому что вопросов много, да, что люди скажут и так далее. А может быть, не стоит, а может быть, все это не для меня, да. Да, но для Бога важно, для Бога важно, чтобы мы делали эти шаги, чтобы мы приходили к Нему и получали от Него спасение. И знаете, вот я хотел бы, пользуясь такой возможностью, спросить, может быть, здесь в зале есть кто-то, кто еще не примирялся с Богом, да, может быть, у него трудности в жизни действительно, и только из-за трудностей этих он пришел сюда. Может быть, Бог стучится в его сердце, да, а человек понимает, что он еще сам внутри не таков, да, какой-нибудь Бог, может быть, хочет его видеть. Но самое важное – сделать шаг веры, чтобы Господь вошел в сердце, изменил его, и человек уже мог служить Господу, жить обновленной жизнью. Есть на этом месте те, кто, возможно, хотел бы с Богом примириться. Субтитры создавал DimaTorzok